Итак, дорогие друзья, привет с вами на канале. Сегодня я предлагаю очень коротко поговорить о таком смартфоне, как ZTE Blade A75. Есть у него, конечно, сильные стороны, но по сути, кроме цены и какого-то более-менее сносного дизайна, здесь сложно что-либо выделить или на чём делать акцент. Смотрите, дизайн здесь отдалённо, там может даже и не отдалённо, похож на Apple. Лично мне это не нравится, но Infinix и Techno и даже некоторые модели Realme, они подобным образом оформление блока камер делают, это вполне может быть. Здесь у нас отверстие для фронтальной камеры, это не каплевидный вырез, не какой-либо вырез, а просто вот аккуратное отверстие в центре экрана, в верхней части экрана, по центру. Соответственно, это как у более дорогих смартфонов, в чём-то он похож на более дорогие смартфоны, казалось бы, просто обычный смартфон, просто нормально, что могло бы пойти, не так. Но смотрим, экран 6,5 дюйма, HD+, я уже не делал акцентом HD, Full HD, в бюджетниках может быть как Full HD, так и просто классическое HD разрешение. Оно не сказать, что плохое, но всё-таки плотность пикселя небольшая, но для людей, кто переходит с очень дешёвого телефона на очень дешёвый телефон, некоторые вещи, они не будут раздражать, это просто есть, просто большой экран. IPS 90 Гц, Android 14, Unisoc Tiger T606, тоже всё обычно хорошо, но что мне здесь не понравилось, критически можно сказать в этом смартфоне, не удовлетворило, это 4 ГБ оперативной памяти, это мало. Можно расширять память за счёт постоянной памяти, но постоянная память она намного более медленная, она в 10-20 раз медленнее, это чисто маркетинг, вот эти вот 4 плюс 4, или 4 плюс 2, или там любое количество памяти, которые вы можете назначить в настройках телефона, это будет не та память, которая, в общем-то, полноценно распаивается на плате, и скорость совершенно другая. Да, здесь LPDDR4X, а там просто в лучшем случае EFS 2.2, там разница в чтении записи будет в 10 раз. Это минус, потому что в случае каких-то тяжёлых приложений, и речь про игры вообще не идёт, вы можете просто скачать какой-то такой браузер, какой-то вот мессенджер, какое-то вот, можно сказать, приложение социальной сети, того же, типа фейсбука, фейсбук очень громоздкий, в браузерной версии не всё можно делать, потому, в общем-то, в этом мере нужно приложение фейсбука, но очень громоздкое, тормознутое приложение, на 4 гигабайтах оно будет еле-еле ворочаться, вылетать периодически, нам такое не подходит. Камеры здесь, два модуля, это 50 мегапикселей и заглушечка. Ну, 30 кадров в секунду, фронталка 8 мегапикселей, это всё, вот, казалось бы, стандарт. Wi-Fi, Bluetooth, NFC, всё у нас есть, USB Type-C, естественно, сканер отпечатка сбоку, 22,5 Вт. Быстрая зарядка, ещё комплектация какая-никая присутствует, ну, в общем-то, всё, казалось бы, неплохо. А ну, вот, 4 гигабайта оперативки, они в качестве основного смартфона, этот вариант, это устройство, оно делает практически и практически не юзабельно, из-за своего скудного объёма оперативной камеры. И для меня это минус. Хотя, вроде как, открыл, уже начал видео записывать, ну, вот, вроде как, можно сказать, собирался рекомендовать, как альтернативу Infinix, самолитет, 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 потому что, по сути, у всех бюджетов стоит этот унисок, Tiger T606 или T606 или T606 или Helio G85. Можно было бы рекомендовать, но 4 гигабайта оперативки, оно полностью убивает любое желание с этим аппаратом связанным. Какие есть варианты? По низу рынка можно взять Infinix под 40К. У нас будет практически то же самое. Доходим до момента памяти, у нас 8 гигабайтов оперативки. Есть даже версия 8.256. Ну, естественно, чуть дороже, но памяти больше. 8 гигабайтов оперативки, 256 стройки. По камерам то же самое, здесь фронталка 32 мегапикселя. Также важная NFC, NFC это классная, NFC это хорошо, это бесконтактные платежи, это в метро, в троллейбусах, на кассах, супермаркетах. Это действительно удобно. Но если карточку в метро забыли дома, мы с телефоном рассчитаться, приобрести себе поездку, приобрести себе водичку, там купить кто-нибудь перекусить, там в кафе, да везде это по сути работает, в аптеке, я не знаю, там везде. Даже если света нет, то все равно эти терминалы, там все работает, оно все настроено, оно все автономно, это уже технология настолько отработана. Это есть еще в году там 18-19, там далеко не в каждом среднего класса аппарате присутствовал NFC, то есть NFC есть в принципе в ультрабюджетниках даже. Дизайн, ну прям очень похож, но это вот прям как брат-близнец, вообще что-то у меня такое подозрение, что из одних и тех же комплектующих это все делается. Ну единственное, что здесь Android 13, но он также вполне еще свежий относительно. Габариты те же самые, там 161, 162, 163 мм. Зарядка 18 Ватт, ну вот количество памяти 8256, это даже для людей, кто не играет в игры, кто не часто фотографирует, но вы можете просто в раз купить смартфоны, там полтора-два года вполне себе музыку какую-то записывать. Если у вас, конечно, есть что-то, очень какая-то важная информация, ее желательно на компьютер продублировать. Ну вот вам просто что-то присылают в чате, вы эти чаты не чистите, историю не чистите, вы просто вот накапливаете, накапливаете какую-то информацию, если вам нужно вернуться к переписке, например, вы можете всегда все это прочитать, все файлы загрузились, вы это все просмотрели, какие-то видосы, какие-то приколы там и все. Вы можете даже при не самом быстром интернете все равно иметь доступ ко всем своим данным. Это неплохо, 256 это положительный фактор при выборе именно этого смартфона, по дизайну, по качеству, да по сути одно и то же. Ну вот по Motorola это у нас D24 Power, это аппарат также бюджетный, также у нас HD+, разрешение, Android 14, Helio G85, в чем-то лучше, в чем-то такой же. 2 ГГц у нас частота, и 8,256 конфигурация памяти, по камерам также же самое, в общем-то ультраширик только в G54 появляется, ну из относительно актуальных аппаратов разумеется. 8 Мп у нас фронталочка, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, сканер отпечатка сбоку, здесь батарейка 6000 и зарядка 30 Вт. И зарядка идет в комплекте, по габаритам все то же самое практически. И при батарейке 6000 не сказать, что он сильно какой-то тяжелый, тут у нас вес даже не указан. Здесь у нас 190 грамм, да по сути те же там 163, там 162 миллиметра. Motorola Moto G24, по моему мнению, ничем не хуже, и здесь фирменный узнаваемый дизайн Motorola. Нет вот попыток сделать это какой-то там бюджетный iPhone на Android. Я к копированию дизайна Apple отношусь, ну можно сказать, даже негативно, потому что, вот например, вы пожилому человеку или ребенку купили, он где-то в транспорте едет, какой-то мошенник, вор увидел, посмотрел там отдаленно, вот, 3 кругляша, скорее всего, iPhone. И получается, за человеком увяжется какой-то непонятный хрен-шмырь для того, чтобы украсть, по сути, бюджетный китайский смартфон. Потому покупать смартфон в дизайне каких-то дорогих элитных премиальных устройств, я в смысле не вижу. Да, это прикольно, но эти камеры, они по сути не полнофункциональны, это заглушка, этот модуль, это у нас вообще просто вспышка здесь красивым образом реализована, это даже не полноценный модуль. Исходя из этого, этот аппарат просто будет привлекать внимание каких-то ворищек, крадунов, там, ждунов, я не знаю, каких-то грабителей, там, и так далее. Просто совершенно ненужная вам такая нашлепка может какую-то негативную роль сыграть в вашей жизни, соответственно, я бы не стал с этим связываться. Моторола просто обычный добротный бюджетник, не пытается прыгнуть выше головы в таком вполне себе сдержанном, скромном, утилитарном дизайне. Всё хорошо, всё нормально, и вот эта доплата, я не считаю её слишком большой, понимаете, вы аппарат берёте на полтора-два года, и вот эти вот там полторы тысячи гривен, когда они на несколько лет раскладываются, растягивается эта сумма, у вас сейчас нету полутора тысячи, но через там, например, годик у вас будет аппарат с маленьким объёмом памяти, у вас будет и полторы тысячи, и две, и десять, и двадцать, и сто пятьсот тысяч миллионов, а память будет уже у нас изначально из коробки достаточно малого объёма по современным меркам. К тому, если есть возможность ещё две недели старым телефоном походить, и какую-то там премию, зарплату, стипендию получили, взяли, и аппарат, который вам будет действительно, ну, более комфортный, простой и приятный в использовании, чем вот эти четыре гигабайта памяти. Такое было моё мнение, а какой аппарат понравился вам, или что вы можете порекомендовать, там, в районе пять-пять с половиной тысяч, вы можете написать в комментариях. Всем пока!